А мячи, поставившие в этом году задачу быть в числе лучших команд лиги, удивили соперников цепким силовым прессингом в защите и быстрым переходом в атаку. Наши ребята персонально прикрыли лидеров соперников, заставили у финских гонболистов много бросать со средней дистанции. Наш вратарь Сергей Колесников прибавил в мастерстве, выручал. В ответа мячи проводили быстрые атаки и забивали, как с игры, так и с многочисленных семиметровых бросков. В 23-й минуте Скиф вел с перевесом в 6 мячей, 14-8. Как оказалось, соперники были готовы к такому развитию событий. Уфимские тренеры взяли пару таймаутов, внесли коррективы и гости начали погоню. С начала сезона, первая игра, Омск играет дома. Несмотря на то, что с Омском у нас постоянно зарубы, каждый матч у нас идет до последней секунды мяч в мяч. В атаке уфимцы исключили неподготовленные броски, начали играть до верного. Главное, стали намного жестче и плотнее действовать в защите. Этот момент стал решающим матчей. Под прессингом молодые игроки Скифа несколько раз передержали мяч в атаке, ошиблись. Этого было достаточно для того, чтобы соперник с минимальным перевесом 27-28 вырвал победу, на которую по ходу игры претендовали и о мячи. Уфимский состав, он, как сказать, такой уже более опытный. То есть ребята уже как бы не первые годы в гандболе, у нас как бы более молодежный состав. Ну, спасибо ребятам, что они как бы в некоторых моментах проявляют характер, свое упорство, они опускают руки. Ну, хорошо, чтобы немного больше мастерства, меньше ошибок. И будем играть, будем навязывать свою игру. Улучшать игру нашим ребятам предстоит в следующих поединках со среды по воскресенье. В центре олимпийской подготовки «Авангард» Скиф проведет еще четыре матча с командами Белгорода, Оренбурга, Москвы и Чехова. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенаси.